Приветствую всех, с вами Лего Санна Меродин. И как я уже говорил, я возродил Олс. И не заставил всех долго ждать Олс, поэтому решил сделать его сегодня. Итак, набралось уже 25 или 24 работы, я точно не помню сколько. В общем, много. И давайте начнем. Как я уже говорил, будет другой, как же это называется, в общем, я буду по-другому снимать, да. Другой тип обзора будет, да, раньше были просто картинки, а теперь вот так вот. Ну ладно, я думаю, это ничего не изменит, давайте оценим самоделку Михаила Савы. Итак, насколько я вижу, конструкция там вроде бы как самодельная, потому что я заметил обычные детали систем в области шеи. Значит, голова это у нас плагиат. Крылья сделаны, вообще самоделка в принципе нормальная. Конечно, ноги довольно простые, но все нормально, в общем, да. Руки, мне кисти не нравятся, как и не прикрытый систем, вот. Но, в принципе, 7 баллов из 10 спокойно для самоделки поставить можно. Следующая работа это Ивана Терентила. Давайте оценим ее. Ну, первое, что я вижу... Сейчас, одну секундочку. Первое, что я вижу тут, это техник оголенный, прям вот оголенный щитками, не прикрытый. Конечно, из этого будут сниматься баллы. Тело вполне нормальное, если не считать вот эту вот часть. Пушка тоже вполне. Мне не нравятся ноги, сразу говорю. Особенно ляжки, вот эта вот часть. Во-первых, она слишком простая. Во-вторых, эти штуки серые все портят. Щитки от стражей и от ТОА. Да и плюс вообще мне не нравятся все ноги, потому что здесь узкое соединение. Кисти слишком навороченные. В общем, самоделка в принципе нормальная. Так. 7,5 из 10 я и последующая самоделка у нас от Руслана Мурдашева. Итак, давайте оценивать ее. Самоделка очень хорошая. Минусов я в ней, честно говоря, особо так и не вижу. Давайте полистаем, раз уж есть возможность. Спина мне тоже сильно довольно нравится. Но за вот эти вот штуки, конечно, я даже не буду снимать баллы. Это вполне нормально. Давайте я для всех зрителей полистаю. Меч также офигенен. В общем, я могу с уверенностью поставить 10 из 10 этой самоделки. Давайте дальше. Следующая самоделка от Зербинтоа. Имя его не написано. Итак, давайте взглянем. Это у нас Моторан. Минусов тут довольно много. То есть приличное количество. Итак, первый минус я заметила в ногах. А именно в стопах. Они слишком маленькие. Да и вообще ноги не пропорциональны. Вот эти вот пипки, пины, да, очень сильно бросаются в глаза. И они некрасивы. Также здесь почему-то отдаленная деталь стоит. Да и какой-то недотаз. 6 из 10 я могу поставить. Следующая работа от Александра Остапенко. Работа вполне нормальная. Но придираться я буду. Во-первых, тут не видно спины. Ну ладно. В общем, что я хочу сказать. Мне не нравятся ноги. Определенно ноги плохи. Потому что... Это что такое вообще? Это полный ук, как есть. Вообще ноги, они CCBS конструкции изи. Вот это какие-то вот непонятные побочные элементы. Что это? Тело. А тут какая-то ерунда. Ну в принципе нормально, да. Самоделка довольно годная. Поставлю ей 7,5 из 10. То есть 7,5. Следующая самоделка от Егора Жукова. И это... Ну конечно я очень много нашел тут минусов. Во-первых... Сейчас, секундочку. Это руки. Руки... Они именно вот в этих областях. Они кривые. Достаточно кривые. И могут испортить самоделку. Как и мечи. Они ужасные. Честно говорю. Мне не нравится. Далее посмотрим на ноги. Ноги вполне неплохие. В общем, мне... Что мне здесь лично нравится? Большая маска, да? И вот, как я уже говорил. Но... Так. Еще вот такой вид. А вот тут уже пропалил наш чувачок. Вот это какое-то тут непонятное есть пространство. Как и тут. Ну в общем, я могу 6,5 поставить. Далее у нас Акиму от Константина Ведяева. Давайте посмотрим на него. В принципе, самоделка довольно хорошая. Но я тоже нашел один минус. Итак, у Акиму нет минусов. А вот в молоте есть. Он, по-моему, немного непропорциональный. Из-за того, что здесь меньше, а здесь как бы больше. И это как-то все слитно у него не получилось сделать. В общем, да и плюс молот слишком большой для маленького Акиму. Поэтому я хочу сказать, 9,5 из 10 все испортил только. Следующая работа от Максима Протасева. Итак, это очень хорошая работа. И в ней я нашел один маленький недочет, за который я не буду снижать баллов. Это желтая вот эта вот деталь, которая мне не нравится. А так работе ставлю 10 из 10. Далее идет самоделка от Ильи Лукашева. Самоделка очень хорошая. Минусов не найдено. 10 из 10. Последняя на сегодня самоделка. Это, как я понимаю, песчаный страж. От кого же она? От Матвея Белоусова. Извините, сразу не сказал. Вот. Что же я могу сказать? Да. У нас сегодня будет строго 10 работ в выпуск. Иначе я не справляюсь. Это, кстати, последнее. Но минусы тут определенно есть. Стопы вообще не подходят этой самоделке. Они ужасные. Как и пулемет. В принципе, но есть CBS. Это, конечно, очень плохо. И вот это место тут все испортило просто. Ну, во-первых, зачем здесь оставлено место? Не звоните мне, когда я снимаю. Зачем здесь оставлено место? Явно под систем. Но почему-то его здесь нету. И синие штыри уж слишком сильно... Уж слишком сильно, в общем, бросаются в глаза. Но могу поставить, в принципе, с натяжкой 6,10. На этом я могу с вами попрощаться. С вами был Лего Стал номер один. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok